Здравствуйте, меня зовут блогер Блажен, также журналист областной газеты интернет для тех, кто в танке. Ситуация с Аллой Волошиной, это наша активистка, которая была также в Киеве, она голодовала, отстаивала права города. Что в её жизни произошло? У неё сын попал в аварию, ей очень срочно нужны были деньги. Ей посоветовали обратиться к одному из риэлторов, точно уже сейчас не скажу, Алёна её зовут. Ей одолжили деньги, но при этом сказали, чтобы была гарантия, мы должны сделать с вами куплю-продажу на вашу квартиру, но также напишем расписку, что это просто как именно залог за эти деньги. Что она сделала, конечно, было в стадии, мы так сейчас расцениваем в стадии эффекта, что не надо было всё-таки оформлять куплю-продажу, но тем не менее она это всё сделала. Когда пришло время отдавать деньги, она собрала полную сумму, приходит к этому риэлтору Алёне, Погореловой, вот фамилию вспомнил, и говорит, вот возьми свои деньги полностью, всю сумму. На что Погорелова Алёна ей ответила, говорит, мне не нужны твои деньги, мне нужна твоя квартира, и она уже моя. Мы оформили куплю-продажу, всё, типа освобождай квартиру. Алла Волошина обратилась в суды, прошли несколько судов, но, к сожалению, суды не смотрели на ту расписку, вторую расписку, где они оформляли именно у нотариуса. Таким образом, судьи смотрели только на куплю-продажу, и несколько судов ей отказали, и последний суд, это в Тернаском, вот здесь в районе, также вынес потом постановление, чтобы в течение, ну, 8-го числа она уже освободила квартиру. Почему мы сейчас здесь? Мы сейчас вот как раз 8-го числа, должна приехать исполнительная служба, но также в документе там указывается именно в этом постановлении, что в течение 10 дней она может подать скаргу. У неё она подала эту скаргу, и поэтому дело должно отложиться. Там должны сделать или арест, или что, но мы дальше будем уже разбираться. Ну, при остановке исполнительной службы. Да, даже юристы будут разбираться. То есть мы сейчас на этом месте, вот по... Карбышево-Одессе. Карбышево-Одессе, да, находимся по этой улице, чтобы остановить этот беспредел, чтобы сейчас не произошло то, что не должно было быть. Ну, а шансы какие-то есть? Она, в принципе, добровольно написала купли-продажи, то есть, допустим, состояние-несостояние эффекта, но всё же добровольно это всё сделала. Есть какие-то шансы, как вы считаете? Конечно, добровольно, но с учётом того, что мы прекрасно понимаем, и она прекрасно это знает, что произошёл, можно так сказать, развод, да, её начали как бы разводить на эту квартиру, есть такой вариант, что просто как мошенничество это расценивать и подать в СБУ, подать, опять же, в прокуратуру, чтобы это расследование было именно со стороны мошенничества. Ну, она показывала документы, она в СБУ подавала, СБУ перенаправила это в милицию, она подавала в администрацию президента, она тоже перенаправила, соответственно, администрация в милицию. Но я не знаю результата расследования милиции, к сожалению, мошенничеством они занимаются. Вы не в курсе? Нет, я не в курсе Посмотрим как Но тем не менее Все равно оставлять это так Хорошо, благодарю вас Субтитры создавал DimaTorzok Ситуация такова, что В январе месяце В 2015 году С моим сыном случилось ДТП Две ноги сломаны В реанимацию попал Другие раны у него были На его лечение требовались Деньги большие Суммы 40 тысяч Так как мне посредник Амельченко Дмитрий нашел Женщину Погорелову Алену Сергеевну Которая пообещала Деньги одолжить на лечение сына Она даже сказала, что она С моим сыном в детский сад ходил Заверила Все будет хорошо Все обойдется хорошо Но сумма 55 тысяч Большая И нужно Составить договор Договорку при продаже На моем квартире Союзу Я, конечно, была в состоянии Психологического факта Любой матери на моем месте Хотелось бы ребенка Спустить При передаче денег Погорелова У нотариуса Все это было Оформили договорку при продаже Я ей сказала Ты хочешь у меня квартиру забрать? Она сказала Я вам расписку напишу И устно меня заверила Она написала Расписала Расписку Что в расписке написано В расписке написано Сейчас Продукту Это в каком году было? 2015 За квартиру В 2015 году 55 тысяч за двухкомнатную квартиру За одна комната За одна комната Это в долларном эквиваленте Получается Один к восьми было В 2015 Там было как раз Один к тридцать Так а зачем вы заключали Какой-то договор Купи-продажи Так она сказала так А просто залога Нельзя было Я у нее спросила Она сказала Нету такого А я не каждый день У меня первый раз в жизни Ну на самом деле Вообще это странно Как это Продавать квартиру Купи-продажи Нет такого понятия Как залог Договор Купи-продажи Воспользовалась она ее состоянием И обманула Мошенничество Своего рода То есть получается 55 умножить на 30 То есть разделить на 30 Где-то ориентировочно За полторы тысячи Один и восемь Один и восемь То есть квартира Оценила в один и восемь Но вы же ее Получается вернули Эти 55 тысячи Вот документы Нет Я сейчас вам расскажу Как купила Значит Распильская Погорелова Алена Сергеевна Отримала Водолошиной Аллы Володимировны В якости заставы Майна Что складается За темнатные квартиры По улице Карбашева Будинок 10 Квартира 26 Застава оформлена Через договор Купи-продажу Зобовязуюсь Повернути майно Після повної Сплати позики Водолошиной Аллы А когда срок Срок у нас Не обговоренный Сейчас просто сниму Я дам вам сразу Срок не обговоренный Да Я ей в январе Я ей В январе Она мне одолжила В феврале Я ей сплачу 2750 Витосотки Своей частной А В березне Я ей говорю Алёна Я тебе хочу Вернуть всю сумму Пошли к нотариусу Так как мы с тобой Договаривались Она говорит Мне ваши гроши Не потрібні Мне потрібна Ваша квартира Я конечно В шоке была Я ей сказала Что я обращаюсь За консультацией Не ссорились Не оскорбляли Ничего такого не было Ну и я обратилась За консультацией И пошли Суды Слушань И так далее На данный момент Сын подал Касационную жалобу До высшего Специализированного Суду Украины И Десправа Разглядается Я зараз вам покажу Вы отдали 55 тысяч Вот документы Она же не захотела Документы Собраны Вы написали ей письмо Что вы готовы ей отдать Готова ей отдать У вас есть письменное Обращение к ней Я затратила на це 2 тысячи Просто выкинула Так Что это такое Это собранные документы Для переоформления квартиры Я ей даю деньги А она мне квартиру То есть квартира сейчас На ней числятся Конечно Ну договор Вы же видели Сколько времени Вы попользовались Получается Деньгами 55 тысяч Месяц Ну два Пусть полных Два месяца Так а что в банке не оформили Под тот же залог Под той же квартиры То есть это намного проще Быстрее и дешевле У меня уже В переводбанке Я был третий Другой банк Через газету я нашла Ну я назвала Другой банка А кто такое Амельченко Амельченко это Свидетель С ее стороны Кстати Свидетель То что он присутствовал Откуда вы его знаете Того человека А он же посредник Он через газету Я его узнала Купля-продажи Вот через газету То есть это не ваш знакомый Это Нет Нет И вот так вот доверились Первому встречному А что делать Были считанные минуты Надо было ребенка спасать А сколько лет ребенку Дальше 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 Вищий спеціалізированный суд Украины Касаційную скаргу За форму Тазмістом Відповідає Вимогам Статті 326 ЦПК України Доводи Касаційної скарги Заслугують на увагу Та підлягають Перевірці Отже Є підстави Для відкриття Касаційного провадження Та витребування Зазначеної справи Тобто Витребувати Стивнівського районного суду Справу За таким-то номером Тобто Касаційний суд Розглядає Сейчас мы по какому поводу Тут находимся Мы по тому поводу Что Державние Виконавцы Мають Виселить Мене и сына Из квартиры Они когда должны приехать На 3 О 15 Згідно И вы собираетесь Покидать сегодня квартиру Я не собираюсь Я Я не собираюсь Будет видно Взагалі Стаття 328 ЦПК України Говорить про те Що Коли Знаходиться Розгляд Справи Вищому Касаційному Суді То Є Привід Для того Противчасове Презупинення Презупинення Справи Виселення Виконавчого провадження Так Как вас зовут правильно? Валюшина Алла Владимировна Так а що сказали? Ви звонили? Какая ситуація? С вашей точки зрення? С моей точки зрення Мы обратились в самооборону Майдан До Олега Боченко В штаб самообороны Майдана Они приехали И отложили ситуацию На неделю Отложил кто? Канавча проваджа? Канавча служба? Ну не знаю Они куда-то там позвонили Но сказали нам тут Пока Вам расчетный счет знаком? Это гражданки Вы знаете расчетный счет Каких-то координат То есть принудительно перевести ей деньги Вернуть эти деньги Там что вы? Отдать грошей А потом что? Как потом? Вы же видите Что суды на ее стороне Вы что не понимаете? Что все подкуплено Чем суд? Что державные виконавцы Подкуплены Суды подкуплены Потому что они Не зря же Министерство юстиции По-моему Чизвыщей квалификационной комиссии Пришло дисциплинарное Как взыскание На Камбул Суддю Мельника И Демиденко Какой суд рассматривал это дело? Тернивский Кто конкретно Какий суд? Камбул Демиденко И Мельник Коллеги рассматривали Здравствуйте 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 Идите прощайте Так И что притягнуло До ответственности По этому факту? Я не знаю Мне просто На ВИЧе показалось Что дисциплинарное Заскание Камбул То есть вы считаете Что был подкуплен? Да Да Коррупция 100% Людина Не маючи Юридичной освиды И та скажет А в апелляционной Инстанции Была? Да И что там тоже подкуплен? Ну вы что не знаете Как по звонку Решаются в апелляции И питания? А кто рассматривал Апелляцию? Мироненко О, я не буду Сейчас Подождите Че я буду Ведом Это Тернівский А в пятом шестом До Бочинка Хорошо А адрес куда? Поручина Я с вами До апелляцина я Зверталась А апелляцина А апелляцина Какой там был? А залишите усилий? Да Да Ведомовицы Ну и Ей не Ведомовицы Так Как потребно Надо Валити А какие судьи были Апелляцина Можно там? Так Какие судьи А апелляцина На Кремороге Рассматривалась? Да На Дзержинке Это я Зверталась В милиции А милицию По какому поводу? По поводу Шахрайства По поводу Рейдерского захвата? Шахрайства А шахрайства? А проведения Открыто? Какие-то проведения Открыто По шахрайству? Зараз В СБУ Открыто Заяву Про шахрайство? Да Ну проведения Открыто 190 статей Ну они сказали Что полицию передадут Ну СБУ Этим же не занимается Ну правильно Они сказали Что направляют За компетенцией А что компетенцией Не сказали? Ну полиции Лютый наверное Как всегда Кто же еще Преподобный Лютый Вот там у Лютого Есть еще Один Который любит квартиру Ну прийти Вовторе Почит Ему тоже надо Только вовторе Он не скажет Что у них есть квартира Да Это на первоначально Пошла Не так как надо Да и О Нашла Фамилия Да Склад А что делится Голову и что Зубы Это Подождите Волошина АВ Свернулась За позовом До Погорелова А вот Что Погорелова Там Миронова Не так вот Вот склад судья По пелесине Не Это 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 Волошина Звернула Это Крюшки Мне не Прочитут Это я Зверталась В опеляции Ну так Вашу Не долю Частково Задовольнили Частково Да Задовольнили Частково И сейчас Право Задовольнили В Терниевском Суде 13 Квятня Слуханя На О10 Судья Мельник А вы Звертались По какому Питанию В опеляции В Прорезнание Дии Правочиной Удаванным Правочиной Не действенным Удаванным Так Адвокат Мене Ну Удаванным Это Украинский Что означает Ну Не действенным Законным Апеляционного Суда Нижневеронской Области Митрофана То есть Тут она Частично Вам Удовлетворила Вашего Нет Тут Она полностью Задовольнила Вашу Нет Это Поза Погорела До Волошина И Волошина Так А кто Оскарживал Оскарживал Мей сын Вы Оскарживал Не Мей сына Оскарживал До Касатин И они Оскарживал И они оставили в силе Толь Поза Да Было Не Они Зараз На розыгрыз Справа В Касатин А В Касатин Ну что таке квартиру за 55 тысяч Продать Вона не коштувала Не тоді В сечне 2015 Не зараз А 155 отримать И надо ей срочно Чтобы я виселилась Потому что Надо завести Подивиться людям квартиру Хоть в наших сусідей Будут дивиться люди Ну Покупатели То есть вы хотите Перепродать Ну а не В связку с тем Что у вас Такая справа Прозвучала Ви встречали Еще других людей Яки можут быть Если они занимаются Мошенничеством Может они еще Ну мне все сказали Была ли такая схема Еще где-то применена Депутат народный Сказал Что вы уже третий Вот буквально От них Не Не видных Но шахраи По Крыму Розе Вот так По Тае Объявление не давали По поводу То что у вас случилось Именно эти же Как вы говорите Шахраи Может быть кого-то Они тоже уже Обманули Чтобы вы Объединились И какой-то Скажем так Вместе действовали Против них Миша блогер Там Вот По ней Ничего еще не известно Она же не может Как бы Она работает В риэлторской компании Или кто она такая Ну да Она риэлтор Профессиональный риэлтор Ну Была фирма Как она теперь Кажет А мне тогда Казала Есть фирма И она дала Мне Такой знаете Фирма Фирма И фирма И фирма Там зазначена По нерухомості Агентство недвижимости Профильное занятие Профессиональный риэлторской компании Просим Презупинитель Виконавча проваження В связи с тем Что Разглядаться В апелляции И они пошли На Без вопросов Говорят Хорошо Виконавча Да Виконавча служба Без вопросов Когда у вас закончится Апелляция Поведомьте Вячеслав Ви стыд В МТФ Откуда И не посредине Вочин От квартиры Да Ну я знаю Кто-то бласт Сам Отказ Там тоже Зацепка Что должна быть Схода На сделку Всех прописаний Такой процедуры Как отказ от квартиры Немало Потом Как я сказала Если не прошло Полиник Можно Да Расторгать Если не прошел Термин Пів роки Потом Выконавча Дано На Выконание Тебе Адвоката Скорее всего Досcript Нюансов неизвестно, потому что кто ей властный, кто у них там совместная властность или властность. Ну, насколько я сказал, она сказала, что она поцеловала, а он написал, что у нее есть властный, то у нее вернули на эту ситуацию. То есть, если получается, что она... Ну, я не знаю, как Нотариус вообще взял купли-продажи, если без согласия обоих сторон. То есть, это не разумеется. Ну, тоже сговор какой-то видать, их видать личный какой-то нотариус или по личной договоренности, но как по-другому. Ну, если она дала визитку, там написано, что она релтор, то у нее есть, скорее всего, прикормленный нотариус. Все, мы тогда поехали. Если что-то будет, то она берет. Ну, что, кин не привиталась. Вы знаете, что я раз взлякалася, забивала в хату? А чего? Чтоб вы жили были так здоровыми. А чего ты вина, пей, витя нахуй. Державного виконавца, слепкувата, издалеку, как державного виконавца. Надо было по форме прийти, да? Так Алла, слушай. Алла по форме нас узнает, без формы не я. Так, мы жили. На неделю перенесли. Но нашей полиции судам доверен. Алла, мы здесь рядом. Если пока ходят там спать, чтобы меня такси не вызывать, я приеду в любую войну. Дякую. Так, а что на неделю еще раз перенесли. Дякую за поддержку. Хотя мы сейчас погуляем трошки. Кто его уже приедет? Особисто дякую Бойченко, депутату народному. Его команде, его юристу, его охране. Так, как только они отгукнулись на мое звернение до них. Надо брать приклад. С Бойченко, остальным депутатам. А то все дерутся в депутатство. Буду ругаться. Лучше не надо. Не надо. То есть на неделю перенесли, да? Все хотят на выборы, все людям обещают, а в результате имеемо то, что имеемо. Алла, а что сделал Бойченко еще раз? Бойченко отгукнулся на мое питание, которое очень сложное. Я ему очень благодарна за это. Его подключил свою команду. Юрист в охране. А не было у вас идеи обратиться к нашему мэру? Я до всех обратилась. А как мэр отреагировал? Ни-як. Господин Генкул никак не отреагировал? Ни-як. Я не особисто до него зверталась, а до его юристов. Ну это в принципе одно и то. Спасибо. Все ясно. Сейчас, сейчас. Это что на 13 квитня? 13 квитня о 10.00 судья Мельник в Тернивскому суде слуханья мий позов до Погорелова и правоизнанья дии правочину удаванил. То есть вы уже не выселяете? Я не могу сказать, постанова есть, а только на недолики судья Лихадедов надав ухвалу усунути недолики. Тобто у нас есть 5 дней для их выполнения, для выполнения недоликов. Останний день, вертолик, понеделок. Понеделок привезу недолики. Тернивский суд судин Лихадедов. Мы сейчас идем на автовокзал до Позже. На автовокзал до Позже. Так а что вы коначиваете? До свидания. До свидания. Я ничего не знаю. Спасибо за это.